С трубы постоянно течет. Брали воду на анализ. Чистая вода. Вишневая. Вишневая 22. Течет вода с Вишневой 26-28. О проблеме утечки питьевой воды жители Вишневой сообщили Анатолию Пахомову на сходе граждан микрорайона. Утечка произошла на магистральном водоводе. Она была скрытая и вода выходила на поверхность из-под фундамента. Вот это место. Сегодня здесь течет только дождевая вода. Утечка была устранена сотрудниками водоканала. Как рассказывают в муниципальном предприятии, подобных мелких аварий в этом районе немало. К сожалению, да. Достаточно большой поток утечек у нас в городе происходит. Но это в первую очередь связано с большим износом сети. А данный микрорайон строился практически за 2-3 года, в 80-х годах. Соответственно, износ сетей здесь наступает практически одновременно. Впрочем, утечки – это проблема не только улицы Вишневой. А подобные порывы случаются во всех частях города. Вода течет не только возле жилых домов, но и прямо по дороге. И вот здесь может возникнуть и другая, уже более серьезная, чем просто потеря питьевой воды проблема, отметил Анатолий Пахомов на специальном совещании. Наступает зимний период. Вот эти все наши утечки могут стать ледовыми катками. И начальники БДД говорили, что я в этом году буду просто наказывать. И по большому счету, если авария случится, то ущерб будет тоже на ваших упах. То есть никаких утечек на дорогах города Сочи быть не должно. Анатолий Пахомов поручил Водоканалу и Водостоку провести рейды по городу на предмет утечек и оперативно их устранить. Но в Водоканале просят жителей не ждать приезда специалистов, которые найдут утечку, а тут же сообщать о ней в диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 444 0505. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.